В Тирасполе на месте современного парка имени Кирова когда-то было офицерское кладбище. По примеру Бендерского мемориала русской воинской славы, принято решение и в Тирасполе создать подобный исторический комплекс. Некоторое время назад был заложен фундамент первого сооружения этого будущего архитектурного ансамбля. Буквально через несколько минут будет освещен фундамент будущей надвратной звонницы. Шесть колоколов привезут прямиком из Киево-Печорской лавры. А к сентябрю здесь будет уютная колокольня. В нержавеющую капсулу для потомков были спрятаны распоряжения президента Приднестровья Игоря Смирнова о возведении в данном месте звонницы, а также грамота епископа Тираспольского и Дубосарского Саввы. Дело в том, что здесь как бы не есть сам храм, здесь есть целый ансамбль монастырский будет. И поначалу, как вы сегодня заметили, из молитвенного слышания и делания мы закладываем именно звонницу. Вот она изображена здесь, как раз на строительной будке. Это то, что будет здесь со временем воздвигнуто уже, по всей видимости, планируется к началу основания города. И в этой связи сейчас мы заложили первый, так скажем, краеугольный камень в основании уже будущего здания звонницы колокольни монастырской. В настоящий момент по линии МВД ПМР проводится кропотливая поисковая работа с архивами, конечной целью которой станет восстановление наиболее полного списка фамилий солдат, офицеров и генералов, когда-либо похороненных на Тираспольской земле. Работа эта длительная, очень кропотливая, сложная. Поэтому сказать о завершении, скажем, выборке этих фамилий мы пока не можем. Предварительно есть уже начальное число, сколько уже установлено? Ну, по крайней мере, по методике Бандерской, как мы разработали методику по выявлению фамилий, работы по Бандерскому кладбищу, в настоящее время мы считаем, что их будет не меньше 10 тысяч фамилий. Надвратная звонница будет первым памятным сооружением. За ним последует аллея славы и возведение храма. На данном месте, в историческом плане, это место соборного кладбища, которое существовало начиная с 19 века, намеревается создать мемориальный комплекс полковых соединений Российской империи, которые дислоцировались в Тирасполье в 19-20 веке, прошлые века, минувшие века. Помимо этого намеревается создать духовно-славянский профитилистский центр и строительство женского монастыря, Веденского монастыря. Все работы по преобразованию нынешнего парка Кирова в мемориал планируется завершить к 2013 году.